здравствуйте друзья мы с вами находимся в кремниевой долине может быть даже вот вы узнаете какие-то лица вот привет из лос-анджелеса да казалось бы из лос-анджелеса в кремниевой долине но мы сейчас перейдем к процедуре ночи отдаю камеру надежные руки всем привет друзья сегодня я расскажу вам как проходит жизнь в кремниевой долине давай плачете от имени и по поручению правительства федерального федерального правительства я вручаю номер социального страхования елене вы елена я верю на слово вот значит елене пожалуйста это номер социального страхования мы адрес не видим ничего страшного вот и две грин карты так население мужем на слово поверили так поздравляю с приемом буржуинства так вручаю вам грин карту виктор назовите в это время проходит он это вот вы это у нас знаете принято в федеральном правительстве проверять доверяй но проверять а паспорт ну паспорта и можно подделать что да значит еще одна гейм карта да сейчас пожалуйста так и вас тоже с приемом с американское буржуинство они друзья приехали в лос-анджелеса издалека чтобы забрать свои грин карты они очень буквально восприняли мысль о том что вот надо самому забирать ну бывает бывает зато какие какие так пару слов какие виды так и громко да 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 очень вы поближе чуть-чуть поплотнее тогда мы еще и агента фбр на заднем плане захватить очень красивые виды по дороге вы по пятому либо по пятому а потом на пацифик наверное вот в общем очень красивые виды очень красивая дорога и очень очень приятно компания мы записали видео целое рассказали о том как работу нашел как вообще все произошло на канале семейный видеоблог если ла раша посмотреть может по программистам не мудрено на эти работы а если помните я вам есть у вас видео ответ на мой вопрос про программиста с девятью годами опыта я вам писал если у вас еще девять лет опыта да а вид такой как будто вы недавно из школы что у меня нет просто школьники так ладно вот и был очень 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 интересно и очень довольно таки на самом деле как вы говорили примерно так все получилось очень быстро и я нашел работу как видео называлась если набрать у вас поиски на канале то есть программист написать она будет 1 там что такая картинка там такую с волосами я вам скажу очень очень несложно прогнозировать что происходит с программистами есть такой анекдот как шел мужик по лесу и видит другой сидит на ветке или чем сидит и прямо под собой пилит йоги ты же упадешь на ты двигает ходят тут советчики ты метра отошел этот бах и грохнулся ну ты же и колдун наколдовал в это я я легко наколдовал я видел что вы велите в правильном направлении это было быстро и я думаю что мы скоро приедем может запишем интервью расскажем все покажем людям то есть вам понравилось съездить из Массанджурса а мы хотим поехать по той красивой дороге еще и хотим еще поехать в Сан-Франциско посмотреть город и еще по путешествиям вообще план какой вы сейчас уже обратно что ли ну в принципе ну вообще мы на барбекю готовы мы готовились барбекю а мы пошли в гости да да но мы все равно будем еще приезжать и обязательно заедем и расскажем куда ребенка ребенка пока месяц дома вот не будете работать ну буду наверное ну да пока месяц так со следующей недели начинаем сниматься в кино я расскажу как отлично теперь вопрос такой может быть тем кто вас смотрит искренне хотел бы получить из моих рук так сказать аналогичный документ может быть им что-то напутственное вы лотерейщики? да вот лотерейщики вот казалось друзья лотерейщики а им раз ну напутственно это рисковать это вот самое главное напутствие кто не рискует тот не пьет шампанское тот не обедает с пивом да да и вот мы вот скоро будем пить наши шампанские да раньше говорили знал бы прикуп жил бы в Сочи а сейчас говорят что знал бы прикуп уже я помню в колыне была такая штука там что-то там такое было знал бы прикуп жил бы в Сочи а где вы живете в Сочи? в Сочи ну вот я могу от себя сказать что нашел работу программиста в Лос-Анджелесе да вот хотел бы между двух огней спросить вот я как будто свой видеоблог записываю где все-таки лучше программистам жить или конечно за те же грубо говоря так делая ту же работу на работе конечно ты можешь там больше качество жизни выше будет ты сможешь больше себе позволить потому что здесь может быть у тебя будет на 15 процентов больше зарплаты или там на 10 но ты в два раза дороже в двое больше потратишь на жилье ты будешь хотя там тоже проповеди стоят но в общем я живу в 5 минутах от работы от работы ну удобно да я тоже живу в 10 минутах от работы но просто я к чему говорю что там дешевле там даже вот пойти суши покушать например там в полтора-два раза дешевле ну то есть действительно да русская еда намного дешевле в Лос-Анджелесе ходили в русские магазины? нет все впереди ностальгия пробьет ну я поэтому когда делал исследование куда поехать в Сан-Франциско или Лос-Анджелес именно поэтому выбрал Лос-Анджелес потому что зарплаты не сильно разнятся а вот жилье в два раза в три раза может быть дороже то есть квартиры есть в Лос-Анджелесе там мы сняли ну в хорошем довольно таки на районе за 2 200 а что за квартира? мы студию сняли ну большую она имеет 850 square feet за 2 200 студию? да ну в хорошем комплексе в самом центре квартиры новый дом какой-то? да с бассейном со спортзалом ну мы хотели хорошие условия но и она большая сама по себе здесь такие апартаменты будут гораздо дороже здесь за 2 200 вы бы сняли ну может быть не студию а ван бедрум побольше ну это была бы такая драненькая такая драненькая то есть может быть там был бы бассейн тоже но в стрингах не пойдешь понимаете? там модненько там любят стринги там такие продвинутые да мужчины ну я не знаю это мужчины уже или не мужчины но как бы ну любят там вот это вот все вот такое вот в Лос-Анджелесе то есть на пути к мужчине да да то есть они как бы в какой-то момент они забыли что они мужчины там как-то все поменялось там с ума сойти выходишь а там там что-то там особенно для русского человека да особенно Санта-Моника Бульвард это прям вот удар в самое сердце что немцу смерть да то русскому что там я не помню но там начинаем с того что ты идешь и там разноцветный тротуар и все такое радужное так вот но уже не слушайте нас девчонки симпатичные там на самом деле люди ко мне его не слушают так вот я бы не сказал вот все-таки славянки-то получше но а наши там встречаются? видно сразу сразу то есть не то что слышно мат-перемат а вот именно видно вот сразу вот кто идет вот сразу русский, русский, русский сразу всегда ну хорошо хорошо я знаете утратил эту способность раньше когда мы только приехали знаете не по внешнему виду улавливалось а улавливалось по боязливости вот допустим подходит к дороге вот так смотрит думаешь это наш или допустим идет в магазин у него авоська и думаешь ну с авоськой это только наш может ну это и мы а у вас есть авоська? у нас не авоська у нас пульки мы с пульками ходим но у нас машины нету по камень чемодан Виктор через полгода приедет сюда уже в оранжевом боа по-другому будет говорить по улицам ходят только ходим мы ну и бомжи пока люди по улицам там не ходят почему а мы пользуемся Uber мало кто ходит пешком мало кто ходит пешком шикуете на Uber понятно ну хорошо до работы пешком да пять минут пешком нормально не обижают на работе очень доброжелательные и я вот боюсь как бы я бы кого-нибудь не обидел не говорят там типа Russian go home там что-нибудь такое ну если учишь что там 30% русских программистов серьезно там да так много ну у нас 15 дегалопов либо когда рабочий день окончен Russian go home из них пять программистов они такое что после работы по пиву есть они могут к вам домой ходить вы же там рядом живете можем ну хорошо ладно ну осваивайтесь друзья значит принимаем буржуинство ребят хорошие откуда сами-то из Молдовы по-румынски можете можно ну скажите что-нибудь там нас смотрят сеньор сеньор да сеньор 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 все на этой высокой ноте мы можем расстаться счастливо пока ребят все пока пока сеньор 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 сеньор